Лала Машух К.З. Ахвердива Лаяр решил построить град, надежный, стойкий, и средь дубов осаженный в обхват. Вдруг вырос город, белый, с теремами, нарек его Георгий Китишград. Не слышно грома войн и криковы гневных, ничто не подвещало там беды. Но, чёрт, что это? Воины Орды главу Руси хотят склонить подвига. Идёт Баты, монголов дерзкий хан, кричит, вот Русь, уж поклониться нам. Закончен мир и наступает лихо. Бывают и сдаются города, Рязань взята, за нею пал Владимир. Ликует вся монгольская орда. Без боя сдайтесь, мы непобедимы. Стервятник, от козыру, рвав кусок, себя орлом, наверное, представляет. Глупец, голупец, тебе же не вдомёк, что подло так орлы не поступают. История знает немало тёмно-загадочных личностей. Гришка Трепев, Гришка Растутин, Гришка Кутерьма. Один из жителей Китежа, Гришка Кутерьма, позарился на деньги, обещанный ханом, и даёт согласие провести врага тайными тропами к Чудограду. У Китежа раздался глаз трубы. Откуда взяться полчищем несметным? Кто предал нас? А, Гришка Кутерьма, врагов сквозь дебри и сквозь чаще вывел. Неужто город сдастся? Вот террас, прекрасный город, что ласкает глаз, что окружён деревьями и снегом, сейчас пойдёт под натиском Татар и покорится город дикой силе. Но вдруг случилось чудо из чудес. Прекрасный Китеж в озере исчез, на дно спустился, гордый и красивый. И всё-таки охвердела лала Машук-Кызы, женщина Востока. На Востоке, на Востоке, что за небо без луны? На Востоке, на Востоке, что за жизнь без черханы? Я согласна, но всё же строки хочу добавить к ним свои. Кромешной тьмою на Востоке жизнь права будет без любви. Есть две земли, что дали мне начало, есть две земли, что дали мне приют. И я одну семьёю называю, другую же все родины зовут. В год 75-летия победы над фашистской Германией, в год памяти и славы, у Лалы Ахвердеевой вышла новая книга «Вспоминая». Я прочту вам рассказ Фёдора Ильича. В наш город, как началась война, немцы сразу пришли. Какие-то семьи успели эвакуироваться, а нашей семье ехать было некуда. Так мы и остались жить на оккупированной немцами территории. Отец мой был участником ни одной войны. Великая Отечественная война была у него уже третьей по счёту. Он в гражданской войне участвовал и в войне с Белофинами. Мы всей семьёй, с мамой и двумя сестрёнками, старшей и младшей, провожали его на вокзал. На вокзале людей тьма тенущая. Бабы в голос воют, а как не выйти? Не знают, свидеться ли ещё, нет ли на этом свете. Молодые солдаты всю песню пели, подрились, а наша мама всё время плакала. Проводили мы отца, и ещё с сестрёнкой на Косогор побежали. Откуда поезда проходящие, видать? Мы им руками машем, и они нам тоже в ответ машут. Лелька машет рукой, плачет и кричит, «Папа, папа, не уезжай!» На силу я её успокоил. Привёл домой всю в слезах. А немцы выдвинули нас из дома на улицу и говорят, «Здесь мы жить будем, а уедите куда хотите, в сарай можно жить, только убираться у нас будете, полы быть и готовить». Мама согласилась, куда деваться было. Так и стали мы жить в сарае, а немцы в нашем доме. Мать с самого утра уходила к ним убирать, стирать, стряпать. Картошку варила, а кафельные очистки ведро складывала. Разрешили ей немцы это ведёрко с очистками с собой забирать. Иногда мама на одну мелкую картошку плала, а сверху шелухой картофель наприкрывала. Немцы были подозрительными, всё досматривали и даже очистки картофель не просматривали. Не украла ли она чего, не несёт ли с собой что. Мама домой придёт, шелуху вывалит на пол, достанет мелкой картошки, отварит её нам. Поедим картошки, вроде и заморили червячка. Заметил я как-то, что некоторые из немцев лягушек на нашем пруду ловят. Смекнул. Едят они их. Тогда и я стал ходить на пруд, ловить им лягушек. Наловлю ведро лягушек, немцам снесу, они рады, улыбаются. Взамен ведра лягушек буханку хлеба с банкой тушёнки дают, а кто пожаднее, пачку галет. В один из дней, когда злющий немец у нас квартировал, вызвали их всех куда-то, и он ушёл, и солдаты. Даже никого не оставили из своих караулить помещения, да только ушли они все. Прокрался я в дом. Батюшки, а там на столе банка с вареньем стоит. У нас с сестру Лилькой глазёнки забрестели. Наелись мы в тот день варенья с власть. Точнее, это не варенье, а джем яблочный был. Я расхраблился, стал по сторонам озираться. Увидел, что в одном углу какие-то коробки стоят. Подумал, что это галеты в пачках, те коробки, которыми со мной немец за лягушек расплачивался. Взял я несколько коробок, они тяжёлые, подтащили на эти коробки в наш сарай, поставили в угол. Не стали сразу открывать, кушать не хотелось, ведь уже до этого джема от пуза наелись. Замотался я в какие-то тряпки, чтоб теплее было, и заснул. Проснулся от крика. Вижу тот самый офицер, что злой, размахивает пистолетом и плюя слюной кричит «Где Федька? Где патроны?» Как ударит меня по лицу, и всё пистолет под нос тычет. У меня от его удара искры из глаз посыпались. Ещё раз ударил. Больно. Я ничего не понимаю. Тут моя мать коробки в углу немцу показала. «Не эти ли?» спросила она. «Они», — говорит немец, и сразу отпустил меня. Оказывается, в коробках не галеты, а патроны оказались. Пересчитал офицер и забрал их, и ушёл, но вскоре вернулся. Выволок меня на улицу и избил. Не покалечил, но бил больно. И побои я навсегда запомнил, и его запомнил. А когда к утру боль утихла, решил, «Нет, Фритц, лягушек ты от меня не дождёшься, кое-чего почище увидишь». Но об этом в следующем рассказе.